Приветики! Мне наконец-то стали доступны фишки Apple Intelligence, и мы можем посмотреть, как работает Image Playground и GenModdy. Для этого нужно было ждать еще с июня, тогда Apple анонсировала появление фишек искусственного интеллекта на своих устройствах, потом выпустила iPhone с поддержкой Apple Intelligence и без него же. После этого выпустила iOS 18.2, в которую надо было стоять в очереди, и зачем вообще непонятно, потому что вся генерация происходит прямо у вас на устройстве. Но, видимо, не только не хватает нам мощности 14 Pro, и не всем это можно показывать, и не сразу. Поэтому я подождал, и теперь мы можем оценить, стоило ли оно того, и нужно ли оно вообще. Куртка по делу и без тонной рекламы. Поехали! Во-первых, чтобы попробовать Apple Intelligence, нужна бета-версия iOS 18.2. Язык системы нужно изменить на английский, и обязательно США, и регион установить США. Это для верности. Теперь в настройках в разделе Apple Intelligence у вас появляется кнопка «Встать в очередь». Зачем стоим? За эмодзи медведя с фоткой. В общем, ожидание длится несколько недель, и разрешение прилетает на каждое устройство в отдельности. Оно вообще не привязано к вашему Apple ID. То есть у меня есть два iPhone, а на одном и том же Apple ID, на Apple Intelligence есть, на этом еще ожидание. То же самое с iPad'ами. На один прилетело, на другой еще нет. Когда прилетит к вам, вообще непонятно. И давайте начнем с самого интересного. Конечно, с белочки с огурцами. Если вы зайдете в «Сообщение», то, открыв вкладку «Эмодзи», увидите новую кнопку. Она запускает ген Модзи. Вводите описание, получаете эмодзи. Скорость отличная, генерация происходит прямо на устройстве. Почему очередь нужна была, непонятно. Людей, кстати, не рисует. Просто отказывается. Понимает, что ищет человека и предлагает выбрать персону. И персона строится на портретах, которые алгоритм распознает у вас в фотогалерее. И вот вам генерация на основе портрета. Она вообще ничего общего не имеет с образом человека с фотографией. Хотя вариантов и много, но, честно говоря, от этого не лучше. В описании можно, конечно, что-то добавить. И оно пририсуется. Но как-то тут получается очень топорно. Прикольно, когда ген Модзи рисуют каких-то животных. Они, видимо, берутся уже из нарисованных в эмодзи. И просто дорисовываются с каким-то контекстом. Но если мы берем человека, то все это выглядит пугающе недоработанно. Общее впечатление, ну такое. Людей рисуют, ну действительно, ужасно. Я даже вам не буду показывать родственников, они обидятся. А вот докинуть сюда портрет из галереи вообще пока нельзя. У вас просто есть список из фотографий и все. То есть мне бы хотелось посмотреть, как она нарисует Стива Джобса. При том, что у нас есть эмодзи, наши собственные, которые нарисованы очень красиво. Я себе такое взял вообще логотипом канала. Такие же есть и для Тима Кука рисовали, и для Стива Джобса. Но почему-то фотографию сейчас закинуть нельзя. Мне казалось, что вот эта ген Модзи должна нарисовать нечто подобное. Но смотрю на результат и прям плохо становится. Теперь погнали в Playground. Это приложение, которое появляется у вас с обновлением iOS 18.2. Тут вы можете нарисовать вообще что угодно по вашему описанию. Просто накидываете Prompt и получаете варианты. Накидывать идеи, кстати, можно и из меню. Ниже первое, что предлагается, это накинуть персону, добавить тему, аксессуар и место. Вот такой получаете результат. Кстати, вариантов-то можно выбрать много, но сильно они отличаться друг от друга не будут. И вот это стиль анимации. Его вам все показывали. А еще и стиль иллюстрации. И вот в нем я особенно страшен. И главный вопрос, почему я такой жирный-то на этих фотографиях? Я в жизни не такой жирный. У меня каждый день, вот сегодня у меня 12 911 шагов. У меня ниже 10 тысяч показателя за день не бывает. Почему я на этих фотках такой жирный? Это что за подстава такая, Apple? Ну, тут можно накинуть, правда, другой снимок. В редакторе есть другие лица. Еще есть просто рандомные люди какие-то. Интересно, что первый же, кстати, фильтр у нас по цвету лица. Вот можно людей по цвету лица сегрегировать. Пожалуйста. Ну, выбор снимка тоже есть. Он доступен через плюсик. Но тут все прям максимально странно. Потому что все равно генерация людей какая-то максимально кривая. Это не уровень первой версии Midjourney. Это вообще непонятно какая фигня. То есть нарисовано абсолютно не похоже на человека. Стиль вообще не проработал. То есть, знаете, когда вы смотрите на других людей, это типа прикольно. Когда ты посмотрел на себя и понял, что вообще ничего общего с тем, что ты видел про себя в стилистике Apple, от этого как-то странно становится. Допустим, меня вот удивляет, что она мне рисует совершенно разного цвета глаза. У меня глаза одного цвета. Зубы почему-то кривые. Ну, вроде у меня нормальные зубы. Хотя я брекетов не носил. В общем, очень много вопросов вот к этой генерации. И, честно говоря, я многим показывал, они говорили, слушай, ну, похоже на мою сестру. А кто-то говорил, ой, а почему у меня такой цвет волос вообще? У меня другой цвет волос. В общем, вопросов пока очень много. Можно делать скидку на то, что бета один, но пока прям что-то стрёмно. А теперь фишка, которую найти случайно у вас вот точно не получится. Это интеллектуальный поиск в камере. Для этого надо зажать кнопку управления камерой. Ну, как вы понимаете, для этого вам нужен новый iPhone 16. Делайте снимок того, что перед вами, и можете искать в сети результаты с этим объектом. Сюда же можно подключить, кстати, чат GPT, и он вам еще и расскажет, что перед вами. И мне кажется, то, что сюда завезли еще и чат GPT, максимально прикольно. Да, кстати, появилась интеграция с чат GPT. И даже если вам не открыли Apple Intelligence, то вы уже можете привязать сюда ваш аккаунт в GPT. Все, что нужно, это аккаунт в чат GPT и приложение. Теперь вы просто говорите, hey Siri, ask чат GPT. И она вызывает вам чат GPT. Его вы можете перевести на русский также текстовой фразой или просто сказать это словами. Но если вы не так хорошо знаете английский, можете просто это написать в конце вашего запроса. Или прям, как я делаю, просто говорите ask чат GPT. И после этого пишите, перейди на русский. Дальше у вас открывается чатик. Все из этого чата сохраняется к вам в приложении. Но это, кстати, не точно. Не у всех работает. У меня почему-то сохраняется. Еще знаю людей, у кого сохраняется. А знаю людей, у кого не сохраняется. В общем, работает, видимо, пока не совсем точно, но работает. И вот это очень прикольно, потому что одним нажатием вы получаете доступ к чат GPT на вашем айфоне. И для этого не надо ничего устанавливать, как надо делать, например, на андроиде. А теперь вот самое сложное и неоднозначное. Смотрите, вот это волшебный карандаш для ваших рисунков. Ну, во-первых, кстати, все новые кнопки очень легко замечаете. Но вот здесь прям вопрос. Рисуем корабли как умеем. В школу рисования я в какой-то момент бросил, потому что мой гений не был понят. И, в общем, обводим все это волшебным ластиком. И ничего у нас не происходит. И ничего не произойдет. Пока вы не докинете описание. И вот здесь возникает вопрос. То есть, либо я так плохо рисую, что это не было распознано. Либо, блин, Apple, то есть, получается, мой рисунок вам как бы нафиг не нужен. Потому что смотреть, что происходит. Мы обводим этот шикарный корабль. И получаем, собственно, ну мы пишем, пиратский корабль. И мы получаем целый корабль. Но, извините, у меня вот был один парус. Здесь парусник с огромным количеством парусов. Несоответствие? Несоответствие. Из чего я делаю вывод, что абсолютно не важно, что вы нарисуете. Главное, что вы напишете. И вот из этого уже Apple будет что-то строить. На тему того, что все это работает на устройстве. Да, действительно, это так. Все это работает на устройстве. Мы можем включить авиарежим. И все равно генерация будет происходить. Причем ни времени меняется, ни результат не меняется. Действительно, нам просто все это дело загрузили. И тем, кому еще не доступен Apple Intelligence, он просто заблокирован. Вот такая вот вредная Apple. Мне, конечно, непонятно, если Apple не получает эти результаты, как их искусственный интеллект собрался обучаться. Потому что, как нам рассказывали все компании до этого, каждый запрос — это обучение. Это вклад в копилку нейросети. Здесь вообще история непонятная. То есть, если это все у меня на устройстве, оно никак в Apple не передается, как они там все это обучать собрались? Опять же, если все-таки передается, чего бы, наверное, и хотелось, чтобы все это улучшилось, то в какой момент? Получается явно не нон-стопом. Потому что включаешь авиарежим, а все работает. В общем, вопросов, честно говоря, больше, чем ответов. Первое впечатление получилось весьма скомканным. Пока я все это смотрел у кого-то, было прикольно. Получив это у себя, я что-то посмотрел на это и такой, блин, да. Apple действительно отстает, ну, минимум на два года. В общем, вот такое первое впечатление о Apple Intelligence. Хотите, заморочитесь, можете установить. Но, по большому счету, нафига новым пока не надо. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Раванцев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok